В Каргадинской области задержали двух аферистов, которые обманули пенсионеров на 7 миллионов тенге. Мужчины звонили своим жертвам по телефону, представлялись родственниками и просили денег взаймы. Я с Германией. Я говорю, Андрюша, это ты? Племянник у меня, двоюродной сестры. А он говорит, я. Я говорю, а ты знаешь, что дядя Гена умер? Да, знаю. Выслал вам евро. Вы поменяйте по выгодному курсу, а отдадите тенге. Какие-то запчасти брал на машину, что ли. Я должен остался деньги. И у вас есть 800 тысяч. Думаю, если я не дам, двоюродная сестра на меня обидится. С одними аферисты говорили по телефону, к другим приходили домой, представляясь друзьями племянников, внуков, сыновей. По легенде, близкие пенсионерок срочно покупали технику или запчасти, но у них не хватало всей суммы. Деньги забирали все те же псевдотоварищи или просили отправить прямо на банковский счет. Только спустя некоторое время бабушки узнавали, что никакая родня в помощи не нуждалась. Мошенников пострадавшие описывают как очень убедительных и серьезных мужчин. Двое жителей Тимиртау, одному 39 лет, второму 44, обманывали пенсионерок последние полгода. В полиции подозревают, что задержанные промышляли не только аферами. В ходе обыска у них обнаружили инструменты для вскрытия замков. С начала года в Центральном отделе полиции зарегистрировали 14 преступлений в отношении пенсионеров по факту мошенничества аналогичного характера. Общий ущерб составил более 7 миллионов тенге. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...